всем привет сегодняшнее видео будет посвящено очень серьезной теме канареек такая как кормление травой зеленью что можно давать какую траву можно давать какие ветки можно давать на сегодняшний день ассортимент не такой уж большой но уже принципе не маленький поговорим об этом подробнее покажу наглядно так что приступаем к просмотру сегодня я попросил свою племенную молодежь попозировать нам сегодняшнее видео и они нам продемонстрируют свою любовь к зеленой траве будем сегодня экспериментировать с одуванчиком с мокрицей и с ветками фруктовых деревьев это будет вишня черешня ну посмотрим какие почки распустились потому что вот недавно даже уже абрикоса начал отсвести но сейчас поближе подойдем все по порядку покажу такая у меня молодежь сегодня не на прогулке понемножку начинают набирать цвет да вот видите цвет набирают безусловно благодаря зелени и содержанию в этой зелени карантина чем больше продуктов с каротином тем ярче красивее будет наша птица и так отправляемся за травой травы у нас сегодня много не забывайте кстати про прищепку это очень важно и так друзья сегодня в ботаническом саду юрия анатольевича представлены большой ряд всеразличных трав есть ядовитые травы есть и очень полезные к очень полезным травам на сегодняшний день относятся всем известный одуванчик мы возьмем сегодня одуванчик несколько листов нарвем этого одуванчика все знают да ну кто не знает познакомьтесь это одуванчик также еще друзья будьте очень внимательны когда будете давать травы мокрица есть очень прекрасная трава называется мокрица мокрец кто как произносит это уже дело ваше вот она это мокрица цветет вот такими белыми цветочками видите какие цветочки белые а еще есть другая трава по моему называется то ли лютик то ли какая-то послен не знаю но очень похоже на мокрицу и тоже будет цвести белыми такими голубоватыми цветочками внутри белый белые лепесточки вот уже примерно начинает распускаться вот она видите очень похоже на мокрицу прям как как будто двоюродная сестра приехала с города так что друзья внимательно берем именно мокрицу если вы ни разу не давали в этом году траву то я вам рекомендую начинать по одному листочку на канареечку вот такой кустик потом в дальнейшем будете увеличивать так по траве одуванчик мокрица кто найдет где-то подорожник цикорий но еще они не взошли но имейте ввиду можно друзья побеги вот такие побеги зеленые сочные молодого чесночка тоже можете отрывать вот отрываем побеги чесночка и тоже туда в букет вот в моем саду уже распустилась вишня мы можем отломать небольшие веточки этой вишни черешни яблони вот еще видите как хорошо распустилась вишня она скоро начнет цвести белыми цветами это все можно отламывать маленькими такими ветками просто эти у меня вишенка сама по себе маленькая сейчас я если буду каждый день отламывать за неделю канарейки и съедят я даю траву ну кто может давайте ветки с распухшими почками вот у меня в этом году еще всходят молодые как называют чебуки в общем это плакучая ива или просто ива которую мы даем неразвучникам попугаем я решил немножко рассадить чтобы была своя ива на питание канарейкам попугаем все могут это кушать это очень будут полезные почки у молодых но вот принялись у меня почти все принялись игрушку записали тоже можно идем дальше так перед нами сейчас боярышник он еще видите даже не проснулся боярышник просыпается поздно можете как раз я думаю у кого-то одуванчик отойдет боярышник подойдет у боярышника и плоды подходят и также листья почки все это подходит канарейкам идем дальше вот перед нами молодые саженцы березы видите тоже береза распускается канарейки тоже любят березовые почки березовые молодые листики но пока я березу не трогаю потому что очень маленький молодые пускай разрастаются запишите березу тоже можно вот прям вот эти зеленые почки здесь также в саду представлены это у нас липа липу тоже можно прям вот отламывайте ветки молодые листики даже начнут они взрослеть ну примерно до размера спичного коробка они еще будут нежные канарейка будет употреблять с удовольствием ближе в лето они будут грубее канарейка уже не так будет это кушать все липу тоже запишите друзья вот красавица невеста лыча вот это лыча а по соседству алыча это желтая и красная запишите тоже канарейки любят давайте отломаем веточку просто чтобы вы посмотрели как это все будет происходить две веточки отломаем все идем теперь все это дело моем хорошенько под проточной водой и будем угощать наших канареек друзья чуть не забыл вот такая травка называется пастушья сумка но она в принципе отходит рано но имейте ввиду можете собрать семена и посадить дома где-нибудь там в укромном месте она снова взойдет и будет и будет у вас снова эта пастушья сумка даже кстати семена одуванчика можно посадить видите как у меня тут много одуванчика ну плохо видно тут рябится эта трава вот одуванчик давайте пастушью сумку сейчас возьмем в общем у себя дома можете посадить семена одуванчика и выращивать в парнике в теплице на подоконнике где-то вам удобно и у вас будет круглый год в принципе одуванчик друзья не надо забывать также еще про салаты крест салат есть такой видите вот зеленый выращивают для птиц красный и лучок буквально одно перышко там два перышка с отрывайте и в этот пучочек будет канарейки довольные будут вот курочки видите они тоже могут очень сильно одуванчики но я не жадничаю я делюсь с ними тоже одуванчиком потому что курочки курочки несут очень хорошие яички которые на этих яичках я выращиваю молодые молодые птенцы канареек курочкам тоже спасибо а вот тут помощник у меня видите вот такой дождь прошел в уши мокрые все побежали канарей кормить травой вот получился у нас такой букет еще смотрицы добавлю в общем все это дело сейчас помою и вы посмотрите как канарейки будут это лопать видим с вами самые смелые идут итак затое дыхание мы наблюдаем как канарейки употребляют каротин сейчас у зрителей у многих может возникнуть вопрос а как же переедание как же понос понос может произойти если канарейка съесть не свежее зерно или если канарейка сразу одним махом наестся много зелени а пищеварение будет не готово поэтому надо правильно подготавливать и правильно переводить птицу на зеленую траву и тогда будет не страшны вот такие вот букеты а напротив такие букеты будут приносить только пользу здоровья и красоту вашим канарейкам видите как канарейки в принципе но не сказать что там активно быстро кинулись все едят потому что птица она получает эту травку каждый день сейчас они тут на новом месте немножко смущаются тем не менее мы видим как птица потихонечку кушает это вот мои первенцы 21 года друзья хотел бы еще добавить пару слов если вы будете делать ассорти букеты допустим там листья чеснока лука одуванчик мокрица салат канарейки будут сперва кушать мягкое это салат одуванчик мокрица если этого не будет то они прекрасно у вас едят лук и чеснок тоже так на самом деле много трав вон видите канарейка клюет цветок лучи видно вам нет вот пожалуйста из всего букета птица выбрала цветочек вон он там виде цветочек был то есть все это пожалуйста не запрещено кто боится клеща друзья ну давайте вместе бояться давайте не будем давать давайте будем давать только зерно и все и потом что из этого выйдет я не знаю лучше не бояться у нас сегодня пасмурно дождь шел поэтому так хорошо трава выросла но друзья стоит сказать подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментариях вообще как вы думаете правильно это неправильно может быть сейчас они найдется а завтра вверх лапками будут а я тут сижу таким вот давайте то давайте это пишите давайте обсудим где-то может поспорим без споров в нашем деле нельзя в споре рождается истина всего вам доброго до свидания до скорой встречи